rainbow english учебник 5 класс 2 часть юнит 4 степ 7 и упражнение номер 8 дополните разделительные вопросы то есть у нас задание поставить хвостики это по новой теме но это не тема это у вас продолжение темы разделительных вопросов в этом степе вы научились их делать для слабых так называемых существительных которые стоят в разных временах тут кстати у нас по заданию не только слабые будут но и сильные ну вот сейчас будем разбираться то есть саму тему если что можете посмотреть в начале степа так секунду по моему третье или второе задание вот там мы опять же работали с этим всем правилам все дело вспоминали то здесь я буду просто обращать внимание почему мы ставим то они то то есть полностью тему с нуля я понятно сейчас уже не буду рассказывать кому интересно можете посмотреть вот те вот упражнения и так первое предложение это дрессировщики дрессируют животных не так ли и вот этот хвост не так ли нам нужно сделать напомню если в первой части плюс утверждение то в хвосте должно идти отрицание как я говорю минус ну чтобы вы просто ориентировались что это у меня за минусы что я тут не с математикой занимаюсь так теперь смотрим ищем глагол то есть ваша главная задача найти глагол это train так задача первая есть потом вы смотрите глагол сильный или слабый train это глагол слабый как понять где сильный где слабый все я там объясняла ну ладно по-быстренькому вспомним пока что у вас набор сильных это м из а уозвела кэн куды масты там они если что все с переводом и все написаны то есть это я так по-быстрому все остальное пока что это слабые так вот если у вас слабый глагол пытаетесь понять время если train стоит чистеньким глаголом значит это настоящее то есть это present simple и если это present simple и у вас слабый глагол это означает что в хвосте у нас должен появиться вспомогательный ду или газ как понять дуэль газ теперь уже обращаем внимание на подлежащее дрессировщики во множественном числе согласуется именно с дю поэтому вот это все длинное вот это вот умозаключение должно вас в голове буквально за пару секунд проскакивать так что потихоньку учитесь вы пишете ду но вы помните у нас должен быть минус хвосте я пишу донт за этого трениров я ну в смысле вечно эти тренера то есть дрессировщики я их не выношу в конец их нельзя это существительное мы их должны заменить местоимением а местоимения дрессировщики это они значит я пишу за их и вот ваш хвост train as train and mouse донтей дрессировщики дрессируют животных не так ли или не правда ли второе акробат can jump well акробаты умеют прыгать хорошо так здесь определяем глаголы причем глагола здесь два can это умеют jump прыгать второй не нужен только первый вам нужен вот он can can надеюсь вы там успели уловить что это сильный глагол сильными напомню работать шикарно то есть просто все очень легко мы его должны в конце и записать то есть это то что вы делали в степах по моему в шестом и в пятом вы работали сильными глаголами то есть пока еще все легко было поэтому мы ставим крен в отрицалку это будет кант потом акробаты это опять же зэй и я пишу ты акробат can't jump well can today вчера клоуны не нравится мне этот play tricks вообще это делать какие-то фокусы но вот именно по картинке там они просто смешили людей поэтому вот вообще play tricks это еще и подшучивать что здесь имеют ввиду авторы учебника вот я из этого и вечно теряешь как же это перевести все таки здесь ну в общем или подшучивали или фокусы показывали так вот вчера клоуны пусть будут показывали фокусы определяем глагол played ну да словно играли фокусы мы переводим показывали как понять что за время это стоит окончание еды значит у нас прошедшее время постимпл глагол слабый и что у нас получается ну мучения наши снова возобновляются нам нужно понять какой же там вспомогательный глагол прыгнет вот сюда в хвост а прыгать у нас будет глагол did но тут хотя бы не надо думать между двумя как было в первом случае дуэли дас тут всегда дид и так третье мы пишем дид так как у нас здесь утверждение плюс пишем в конце диддинт нам нужно там отрицание и смотрим затем на подлежащие клоуны это множественное число опять же мы пишем заменитель дэй я стиди клаун за плейд трикс диддинт дэй четвертый ты вэнт гэу это сокращение от уилл нот гэу многие кстати даже и не в курсе что же это такое то есть это сокращение вот этого будущего глагола в будущем времени уилл нот гэу то есть ты не пойдешь в цирк завтра не так ли значит если мы поняли что это сокращение от уилл нот уилл кстати тоже можете туда в копилку с этими сильными глаголами запихнуть он реально всегда будет как бы он и будет писаться то есть нам нужно вот этот первый уилл нот а так мы знаем что это уилл нот то в конце нам нужно вот здесь просто уилл записать мы пишем уилл и мы пишем ю то есть здесь видите уже само стоит местоимение ничего менять не придется и уланд гэу то дэссеркаст мау уилл ю и пятый они не играли музыку не так ли когда вы видите диддинт дазинт или band все нормально снова все становится легко потому что вам всего лишь нужно вот этот вот ведь но 다 перекисать в конец а бы beni дазант надо было бы просто дас переписать в этот хвостик так что здесь все хорошо всё видно вы пишете где-то и пишете здесь как здесь уже опять же есть местоимение They didn't play music, did they?